Внешнее питание на мотоподвес BigSat BS100. Была следующая проблема, то что в вертикали он берет 13 вольт, а в горизонтали 18 вольт. На горизонтальные каналы он поворачивался, то есть вращал тарелку на вертикальные каналы, тарелка не вращалась. Может быть это было из-за большой длины кабеля, которая составляла 52 метра. Переделка состоит в следующем. Будет использоваться следующая схема. Будет использован внешний блок питания на 20 вольт 1,2 ампера и 5 контактное реле. Когда питание будет идти из блока питания, оно будет запитывать катушку в реле и данная цепь замкнется. То есть плюсовой контакт из блока питания потечет прямо на мотоподвес. Реле без питания восстановит штатную систему питания. То есть данный контакт замкнется и плюсовой ток потечет уже в штатном режиме. Если же мы обратно подадим напряжение с блока питания, катушка намагнитится и контакт у нас переключится на внешний источник питания и ток потечет уже с блока питания. Данный способ дает возможность сохранить как штатное питание, так и использовать внешний источник питания. Также дополнительно я поставил диод для штатного питания. На всякий случай, если каким-то чудным образом питание сможет попасть с внешнего источника питания на штатное питание. Но в целом такого быть не должно. Паяем следующую схемку. К блоку питания я припаял антенный разъем для удобства к подключению. Точно такой же разъем припаял и к реле, который будет находиться внутри мотоподвеса. Запаиваем все по данной схеме. То есть у нас получается плюсовой с реле, минусовой у нас общий и плюсовой к штатному питанию. То есть остается 3 провода. Выглядит это примерно все вот так. Минусовой провод общий, то есть уходит на питание реле и уходит на оплату. Далее у нас поступает плюсовой. Данный плюсовой у нас как запитывает саму катушку в реле. То есть плюс-минус. Также данный плюсовой у нас будет, когда замыкается контакт в реле, будет переходить на плату внешнего питания. Когда на данном проводе питания нет, то зеленый с белым проводом замыкается в единую цепь. То есть реле получается на этих проводах нормально замкнутое. Блок питания 1200 мАч, то есть 1,2 А, 20 В. Крепление разъема для блока питания. От блока питания до мотоподвеса будет использован медный RG6 кабель. Следующие маркировки. Плата управления мотоподвесом. На данной плате нужно выпаять данную перемычку. Так как данная перемычка передает штатное питание на реле управления мотоподвесом. И вместо данной перемычки впаиваем провода от нашего реле. Отпаивается данная перемычка у нас в данном случае вот в этой точке и вот в этой точке. То есть здесь это плюсовое питание на реле, это штатное питание. Здесь мы будем припаивать минус. После того как мы все запаяли, получается примерно так. Или нет, не так. Забыли впаять диод. Находим попавшийся диод и впаиваем его в схему. С диодом получался уже вот так. Далее покрываем лаком для защиты контакты, которые мы перепаивали. Здесь нам нужно установить плату. Также нужно просверлить отверстие для установки разъема под внешнее питание. Разъем для внешнего питания. Плата встает впритык. Ставим внешний блок питания. Подключаем кабель. На этом переделка по внешнему питанию завершена.